Сегодня у нас с вами необычная передача. Передача о неведомом. Я сегодня предложу вам несколько вариантов и буду спрашивать вас, а было или не было. Это у вас. Что-то у меня было, чего-то у меня не было. Мы погружаемся в мир иллюзии. Или все-таки это мир правды. И действительно что-то в нашем мире существует. Что-то, что мы с вами не понимаем. Пишите в комментариях, было или не было. Раскройте эту тему подробно. Было у вас или не было. Вы вроде бы спите, а вроде бы проснулись. Вы находитесь между сном и реальностью. И в этот момент в вашей голове рождается она идея. И вы уже не хотите просыпаться, вы начинаете ее прорабатывать, как бы сделать и осуществить это лучше. У меня такое было. У меня такое бывает очень часто, поэтому со мной всегда рядом тетрадка и ручка. И эта идея, которую я сейчас воплощаю, как раз пришла мне тогда, когда я была между сном и между реальностью. А у вас такое было? Два. Дежавю. А у вас было такое, что вам казалось, что это когда-то с вами происходило. У меня было такое и не раз. Ставлю плюс под этим видео в комментариях. Три. Ощущение того, что рядом кто-то присутствует. Вы ясно чувствуете, что кто-то дышит. Или кто-то как бы вам подсказывает что-то. Оно рядом. И вы не можете объяснить, кто это или что это. Иногда я называю это ангелы-хранители. И у меня такое было. Исполнялось ли у вас какое-нибудь сверхъестественное желание. Вы думали, никогда этого не произойдет. Но это происходило неожиданным для вас образом. Однажды я увидела мужчину в кепке со звездой. И у меня примелькнула мысль, что я должна найти человека со звездой во лбу. Я очень долго искала этого человека. Попросила своих друзей мне в этом помочь. Буквально через месяца три мы пришли все к выводу, что, наверное, это какой-нибудь кадет, у которого на шапке звезда во лбу. Или, может быть, это сотрудник правоохранительных органов, у которого также есть кокарда. Но прошло полгода. Прежде чем я встретила человека со звездой во лбу. И это не сказка. Однажды с одним знакомым мы делали селфи. Я начала фотошопить фотографию и удивилась, потому что солнышко нарисовало ему на лбу звезду. Я подумала, может быть, это благодаря фотошопу что-то произошло. Посмотрела на реальную фотографию и увидела, что действительно на его лбу солнышко нарисовало звезду. А у вас было какое-нибудь сверхъестественное? Было у вас или не было? Ощущение того, что туда идти не надо. И вы все равно шли. И оказывалось, что действительно идти не стоило. По дороге могло случиться что-то не очень хорошее. Или наоборот, человек просто не приходил навстречу. У меня такое было. И я называю это интуицией. Шестое. Были ли у вас вещи и сны? У меня не было. К сожалению. Было или не было? Вы когда-нибудь делали фотографии, а там неожиданным образом был еще кто-то. Или что-то. То, чего вы не могли объяснить. У меня не было. Хотя я делаю очень много фотографий. Вы когда-нибудь в гневе желали человеку чего-нибудь плохого? А потом вы с ужасом понимали, что это исполнилось. Было или не было? К сожалению, у меня было. Когда-то давно. Я не горжусь этим поступком. Но это было. И когда я поняла, что это срабатывает, я перестала в гневе что-то кому-то желать плохого. Было или не было? Вы когда-нибудь излечивали что-нибудь в своем теле у себя сами? Было или не было? У меня нет. У меня не было. Но мне было бы интересно, если бы вы об этом рассказали. Поделились своим личным опытом. Пишите в комментариях. Десятая. Вы когда-нибудь видели свое будущее, которое затем исполнялось? Было или не было? У меня не было. И последнее в нашем интересном видео. Шутка. А было ли у вас такое, что вы когда идете в больницу к врачу, одевались попроще, чтобы врач не заподозрил вас в излишнем количестве денег? Было или не было? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, канал Лары Шум. Ведь здесь всегда интересные видео, полезная информация и иногда что-то необычное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok